Привет, друзья! Привет! Расскажу вам о технологиях, технологии, какие они бывают, что я думаю о них, что можно придумать. Вообще, я придерживаюсь такого мнения, какая технология у вас получается, то и пользуйтесь. Я вообще за универсализм, то есть не нужно чего-то такого придерживаться, там, классики или ещё что. Если у вас есть сейлка нулевая, и в то же время вы видите, что нуль не совсем идёт, пользуйтесь ей, потому что есть моменты, когда можно её использовать. Или если вы не видите разницу между плугом и глубокорыхлителем, ну, опять же, почвообработкой безотвальной, там, до 20 см, ну, уберите плуг, это не важно, или до 30 см, уберите его, не оборачивайте. Если вы не видите разницу между нулём и классикой, ну, и, ну, я имею в виду в прибавке урожая или в разнице урожая, то есть это нормально, уберите сложные элементы. К примеру, я за универсализм. Почему? Почему? Потому что не всегда получается придерживаться какой-то определённой технологии, и мы её, на самом деле, тоже не придерживаемся. Если у нас получается, что мы можем посеять без предварительной обработки, мы сеем. Если мы что-то не успеваем весной, то есть, то есть, с осени сделать, а то есть, мы работаем, не переживая, что у нас что-то не получится, наши селки, они позволяют, во всяком случае, если соломы немного сеять, можно сказать, напрямую. Поэтому пользуйтесь такими преимуществами. Если у вас есть селка нулевого посева, это здорово. Это значит, что вы озимой можете посеять прямо в стерню, ту же озимую пшеницу, которая особо не будет... ...почвы, потому что чаще всего, когда озимую вы сеете, почва влажная, или эта влага придёт чуть позже, потому что сеять в золо будет, но в пору. А весной то же самое, почва влажная, то есть, корневая система развивается, проблем здесь не будет по озимой. По яровой у меня были случаи, когда мне приходилось сеять ячмень, по ячменю, то есть, тоже без предварительной обработки. Ну, это было, может быть, лет 8 назад. Тоже... ...вотому здесь нет ничего... ...такого сверхъестественного. То есть, работайте так, как у вас получается. Что касается моего видения, то есть, как я вижу вообще идеальное земледелие, вот как бы сейчас вот именно исходя из того, что у нас есть, понятно, что у всех различ... А, как я отношусь к нулю еще, вопрос. Ну, к нулю отношусь по-разному, потому что чем севернее, тем, кажется, этот ноль будет менее эффективен, потому что идет особенно там, где больше органического вещества, и... ...органическое вещество будет в итоге консервироваться. Если у вас нет мощности, у вас силы нет, я имею в виду в плане денежной, чтобы покупать удобрения, то вы будете очень сильно страдать. Чем южнее, тем лучше это все получается, потому что почва всегда готова принимать влагу. Почва практически минерализируется круглогодично, то есть, всегда есть отдача, и всегда есть, опять же, накопление этих пожневных остатков, и опять же, их минерализация. Но, опять же, это все происходит в верхнем горизонте, хотя зона минерализации, конечно, на юге 10 сантиметров, поэтому там будет успех всегда практически. Чем севернее, тем менее эффективнее это все будет, потому что ниже там 10% вряд ли будет происходить какой-то анаэробный процесс, именно биологический. То есть, наоборот даже, анаэробный будет происходить, а аэробный нет. И поэтому там есть такая проблема, особенно если у вас много органического вещества, идет превращение, то есть, это и идет вверх, растет, то есть, образуется вот эта крупка, которую вы иногда встречаете при почвеобработке. Да, это вроде бы почва структурируется, но в то же время она мертвая, она не дает офигенного результата. Может быть, встречали такое, что когда на залежах вы не получаете высоких урожаев, когда вы их оборачиваете, ну, вот это вот эффект этой крупки, потому что это сернистое железо, которое обволакивает органическое вещество и не дает ему разрушаться. Но это все происходит под действием анаэробеза. Да, почему это так получается? То есть, когда вы оборачиваете, то есть, вот эта кислота, она на воздухе, она на самом деле плохо влияет на растения, поэтому урожаи такие низкие. И, может быть, вы также замечали, что эта крупка, она остается и на следующий год, то есть, если вы с осени запахали, эту крупку вы можете видеть и и весной. А потом она куда-то девается, то есть, все это промывается вниз и как бы опять все восстанавливается. То есть, здесь вы, конечно, можете немножечко попадать. Как с этим бороться? Ну, сложно с этим бороться, потому что пахать на определенную глубину, либо не трогать почву или рыхлить безотвально, чтобы давать воздуху более нижние слои. И чтобы процесс медилизации шел ниже, чем 10 сантиметров, и это эти элементы, они были доступны для растений. То есть, это вот такой момент один есть. Это вот, что касается нуля, да, то есть, конечно, вы можете работать с удобрениями, у вас будет даже на севере что-то получаться. Насколько это все? Ну, скорее всего, до поры до времени, потому что там, во-первых, почвы промерзают, во-вторых, они также долго отходят от этой мерзлоты, то есть, хуже прогреваются. Самый лучший вариант, я считаю, потому что мне самому не нравится пахать, то, что я вижу, мне очень не нравится, но в то же время я выхода не вижу из этого. Я сравниваю, к примеру, безотвальную обработку с отвальной, и вот если сравнивать кукурузу, ну, то есть, кукуруза всегда получается на безотвалке. То есть, если год влажный, да, если год не влажный, то проблемы есть. Опять же, какая будет безотвалка, да, то есть, солома очень много, то здесь азота забирают, то здесь нужно, конечно же, работать высокими дозами удобрений. Какой выход? Ну, в целом, выход есть. Я когда был в Америке, в... в... в пятнадцатом году я заметил такую технологию, ну, как заметил, мы во всяком случае ездили смотреть стриптил. И тогда у меня родилась идея такая, то есть, именно создание... У меня родилась идея создания универсального стриптила. То есть, даже когда мы были в США в пятнадцатом году, мы... я видел стриптил, мы были у фермеров в штате Колорадо, в Айовинге, но в разных, в разных штатах, где люди... где у людей достаточно тяжелые почвы, они больше песчаные, там очень много камней, где они говорили, что они пользовались... и пришли к тому, что единственное, что им... их может спасти, это стриптил. Потому что почва у них как асфальт. Ну, понятно, что ноль не будет идти там, где гранулометрический состав, ну, то есть, где почва тяжелая, тяжелосуглинистая, то есть, здесь будут проблемы, они будут сковываться. там, где недостаток влаги или там, где нестабильна эта влага, то есть, по нулю будут проблемы, опять же. Что касается... Ну, опять же, у кого будут, у кого не будут. Кому, может быть, будет... будет получать. Такое тоже, кстати, есть. То есть, людям просто достаточно, исходя из того, что у них есть, из того, что они получают, из того, сколько у них работает людей. Что касается того стриптила, мне эта идея очень понравилась, и я считаю, что здесь не надо как бы заморачиваться очень сильно на какой-то определенной технологии. Нужно работать, конечно, с тем, что ты имеешь. Вот я также работаю с тем, что я имею. То есть, если у меня есть лук, я пашу. Если у меня есть там глубокорыхлитель или топ-даун, я работаю. Но, если, к примеру, смотреть на перспективу, то я бы выбрал бы, конечно, смешал его со стриптилом, я бы взял бы универсальные культиваторы, то есть, где-то на 56 сантиметров и сел бы... Почему 56? Потому что на них можно... Почему 56? Ну, чтобы не заморачиваться, к примеру. Чтобы не заморачиваться в плане что я буду сеять на следующий год? Я могу посеять и сахарную свеклу, и кукурузу, и подсолнечник, и ту же сою. Именно на 56. Обработал в зону обработки. Я внес удобрения и селкой пропашной точно высева. Посеял в зону обработки. То есть, опять же, даже если я этот стриптил сделал, я могу там посеять и обычной нулевой селкой. То есть, чтобы все было универсально, чтобы вы не думали, что что-то не сработает. Это самый один из таких вариантов. Почему, опять же, стриптил? Почему не ноль? Потому что многие пропашные культуры, практически все, они не пойдут по нулю. Ну, то есть, есть проблемы. Все равно, есть проблемы. Есть проблемы твердости почвы, плотности почвы, есть проблемы влагобеспечения. То есть, вот эти вот моменты к курузе. Тут есть, кстати, такие вот интересные моменты, что, к примеру, почему азимая пшеница пластичная, да, ну, я уже где-то об этом говорил, то есть, даже сегодня, наверное, то, что у нее 70%, то есть, что корневая система, у нее соответствует где-то 70% вегетативной массы. Курузы, курузы где-то 14-16%. И поэтому понятно, что опять же, удобрение нужно внести. Как туда внести для пропашных культур? То есть, в зону корней нужно внести удобрение. То есть, трептил смешиваем с нулем и получаем хорошие, стабильные урожаи на уровне классических вариантов. Особенно для нашей зоны. Для зоны, где достаточно органического вещества, для зоны, где возможно, то есть, это севернее, то есть, где есть проблемы. То есть, это хороший вариант. Это хороший вариант. И почему-то именно на 56 см. Конечно, здесь нужно будет менять жатки на комбайнах. Кое-какие проблемы будут. Но, почему я говорю об этом о стриптиле, об универсальном? Потому, чтобы у меня был один культиватор, одна сеялка, чтобы я не думал о том, что я буду сеять. Сахарную свеклу, которую сеют в основном на 45 см. Или кукурузу, которая сеет на 70 см. То есть, в этом плане универсализм будет работать. То есть, одна сеялка, один культиватор, или две сеялки, два культиватора, но это все одинаково. Культиваторов может быть больше, сеялок будет в любом случае меньше, но сеялки, опять же, они будут производительнее. То есть, вот такая вот маленькая немного запутанная, но я говорю, можно сказать, сам с собой на данный момент, но я думаю, что она будет полезна вам, и вы из этого что-то извлечете для себя, потому что такое вот видение, то есть, я бы смешивал бы технологии, вообще я смешиваю технологии, вообще классно смешивать технологии, работать с тем, что ты имеешь, и подходить к этому творчески, это вот здорово. Чаще всего это срабатывает и получается, и искать возможности увеличения урожайности, и опять же, стараться понимать, за счет чего ты эту урожайность можешь увеличить, и что же происходит в почве. Ну, да, засовывайся, это интересно. Так что, всего хорошего, удачи, если что, если что, задавайте вопросы, я отвечу. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok